День добрый и добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И это обзор Warhammer Online Wrath of Heroes Open Beta. Если вам захотелось поиграть в эту игру, пока Open Beta длится до 27-го, поэтому заходите на ссылку в описании этого видео, регистрируйтесь и сможете сами поиграть и посмотреть, что это такое. И пока мы ждем матча, я вам могу показать просто магазин и все-все-все вокруг этой игры. Итак, конечно же, эта игра free-to-play и построена на базе League of Legends, а то есть вы можете покупать героев, то есть вам дают некоторые героев бесплатно. Сейчас очень-очень мало героев, но они, конечно же, прибавятся. Вы можете покупать героев, как, например, эту крысу или этого гоблина. Так, да-да-да, давайте вернемся. И, например, этот гоблин стоит 188 адамантов или 60 тысяч золота. Я сыграл три матча, я во всех проиграл и собрал 50 золота. Да, то есть, если вам не повезет с группой, то вам очень-очень-очень долго придется набирать на ваших героев. Итак, давайте я вам покажу еще... Конечно же... Так-так-так, магазин. Конечно же, у героев есть скины, есть дополнительные айтемы, чтобы ускорить набор денег и набор экспириенса. Это все-все-все очень стандартно. И вот так-так... А-а-а, меня засосало в матч. А, отлично. О, и как раз карта, которую я еще не видел. Итак, конечно же, выигрывают те, кто убьет больше, но тут нужно контролировать точки. И, например, здесь у нас даже не точки, а бафы, если я понимаю правильно. Ну, мы сейчас посмотрим. Так, хорошо. Появимся мы вот этой вот эльфикой, потому что я ей выживаю дольше всего. Но давайте я сразу же перейду к критике. Итак, посмотрите на ее возможности. Все пять ударов — это дэмэдж. А то есть никакой тактики нету. Конечно же, можно выбирать, когда какое использовать. Но если все дэмэдж, то целимся на врага и дэмэдж, 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 дэмэдж. Так, и давайте побежим. Как вы видите, графика не очень хорошая, но это, скажем так, бета все еще. Да и для такой игры графика особо не важна. Важно, чтобы было интересно убивать врагов, стрелять, крушить и уничтожать. И как вы видите, я как ветеран ММО табом нацелился на кого-то и начал просто жать кнопки. А то есть никакого умения здесь не нужно. Нету ничего, что могло бы промазать, если вы нацелитесь не туда. Нету никакой тактики, кроме того, чтобы забегать за, например, колонну и чтобы вас не видели. Вот. А то есть нацелимся на врага и нажимаем тупо-тупо жать. Оп. Абилити. И, по-моему, это будет смертью этой игры. Потому что, ну, если нечему учиться, если уже человек, который играет в эту игру 5 минут, может сделать то же самое, что и человек, играющий в это 3 месяца, то никакого интереса от этого не будет. Конечно же, здесь есть стандартная прогрессия экспириенса, то есть вы набираете экспириенсы, ловела, но это абсолютно никому уже не интересно и никого этим не удивишь. Это такая стандартная вещь Call of Duty. Конечно же, нажимаем на кнопочку, получаем конфетку. И это некоторое время приятно, но потом это просто начинает надоедать и становится абсолютно неважным. И вот, видите, я нацелился и начинаю нажимать кнопки. Это как будто в шутере вам дают оружие, которое Hit Scan, и у которого прицел на весь экран. И вы просто нажимаете на левую кнопку мыши, чтобы стрелять. Бегаете. То есть у вас и у вашего врага те же самые шансы на убийство и смерть. И может быть единственный решающий момент это хорошая команда. А то есть набрать хорошую команду друзей и координировать ей. Но пока что я здесь, пока играл, увидел только одну стратегию, а это зерг. А то есть все одной кучей наваливаемся на одного врага. Все, он очень быстро умирает. Мы идем дальше убивать другого врага. Или все одной кучей бежим к флагу, убиваем всех возле флага и играем дальше. Давайте я возьму другого героя. Вот эти вот, которые поближе, например, это танк. Они вообще... Страшные. То есть тут еще нужно подбегать к кому-то, чтобы их ударить. Так, но я могу дать баф моим друзьям, защищающим их. Это хотя бы чуть-чуть тактики. Так. Оп. Дададан. И начинаем рубить. Начинаем рубить. Килл не мой, но не важно. Я помогаю, я себя чувствую хорошо. Итак. Знаете, что мне это напоминает? И была же когда-то, очень жаль, что умерла, ММО Warhammer Online. И она, по-моему, до сих пор все еще есть, но она... Она себя чувствует очень-очень плохо. И вот в ней был очень веселый... Оп. ПВП. А то есть там были хорошие карты, там было интересно. Но это было частью ММО. И такое впечатление, что они взяли и вырезали это оттуда. Знаете, решили, ну хорошо, если у нас ММО умерла, если у нас мир неинтересный, давайте просто вырежем ПВП и вставим его. Будет три команды, друг на друга они будут лезть. То есть прогрессию люди будут как крыса нажимать на кнопку и получать вкусняшку. Будем зарабатывать деньги. Скажу вам честно, нет. Этого не будет. Этого не будет, потому что умения в этой игре никакого нету. Командная тактика минимальная. А то есть... Конечно же, есть люди, которым это понравится. И я не критикую. Пожалуйста. Если вам нравится, играйте, пробуйте, получайте удовольствие. Но, с другой стороны, это... Это не будет новым лолом. Это не будет... Ничем. Это будет просто еще одна дырка, в которую некоторые люди засадят кучу денег. Потому что будут думать, что в нее интересно будет играть. Которая умрет где-то через полгода. К сожалению. Итак, давайте я уже закруглюсь на этом. Конечно же, попробуйте сами. Может быть, у вас будет другое мнение. Пишите в комментариях. Но, я говорю вам спасибо большое за внимание. И мы увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok